Приветствую вас! Я бы сказал, что у вас имеется проблема организации досуга. Проблема организации досуга. То есть, по сути, по сути дела, вы заходите в фаншет и телефон без цен. То есть, у вас нет какой-то конкретной цели, для чего вы туда заходите. И вы заходите просто, чтобы зайти. И отсюда навязчивая мысль о том, что вам нечем с собой заняться. Вполне возможно, что это подсознание пытается подсказать вам, что пора искать цель. Может быть, ситуация заключается в том, что вы хотите, чтобы вам нечем оказалось заниматься в планшете, для того, чтобы, допустим, ну, допустим, для того, чтобы сейчас кем-то заниматься еще. Но нечто принуждает вас все равно находиться именно в планшете и телефоне. Вот. И вы говорите, что до поры, ну, как бы раньше этого не было, да, началось только, вот, относительно, ну, какое-то время назад, да. То есть, вы не пишите, какое время назад началось. Вот, вот, сейчас посмотрю, да, да, вы пишите, что, ну, просто раньше такой проблемы не было. Вот. Соответственно, раньше вы использовали телефон и планшет для, возможно, скажем так, для, возможно, досуга, организации досуга, не просто времяпровождения. Вот. А после того, как планшет, компьютерный телефон начал отнимать у вас достаточно много времени, вот, вы почувствовали, что уже больше, чем нужно, тратите на них энергию и сил, вот, подсознание стало вам намекать на то, что вы не совсем верным идете путем, вот. То есть, просто, с одной стороны, запрет имеет место быть. Запрет, который ограничивает вашу модель поведения в этой ситуации, да, то есть, ну, в ситуации, когда вы заходите в компьютер с телефоном и планшет, вот, то есть, что бы вы не делали, да, что бы вы не ходили, вы заходите в телефон, компьютер или планшет. И данный мотив, данный импульс, данный стимул, он пришел к вам извне, по сути. Вот. То есть, как бы, это искусственное ограничение внешнее, которое, ну, что бы, ну, которое присло к вам от важных фигур для вас. Может быть, родителей, может быть, окружение ваше, ну, судя по тому, что в компьютере планшет, вероятно, что это было окружением, скорее всего, да, то есть, времяпровождение, по вашему мнению, у вас должно быть именно таким. Телефон, компьютер, планшет. Но вы, вполне возможно, хотите чего-то другого, но подсознательно боитесь, боитесь, что будете делать что-то другое, будете отличаться от людей, которые вас окружают, и, соответственно, этим самым будете выделяться, что повлечет за собой какой-то вот негатив, да, что повлечет за собой какие-то нежелательные последствия, ну, что и приведет, собственно, к негативным последствиям для вас. Вот. Правда, негативные последствия для вас, это всего лишь стимул к тому, чтобы что-то менять. Вот. Вот я думаю, что, с одной стороны, это запрет. С другой стороны, это игнорирование своих желаний, ну, то есть, чувствовать свои напряжения, да. Значит, что? Что-то надо менять, прислушиваться, прислушиваться, ну, не к себе, смотреть, что вы хотите и так далее. Вот, в конце, в этом контексте, я думаю, что вам нужно повышать свой эмоциональный интеллект, поэтому почитайте, пожалуйста, книжку Федерика Перлза «Практику в практикум по гештартерапии». Я надеюсь, что она вам даст те подсказки, которые вам необходимы. Ну, а дальше уже с вами нужно будет работать, к сожалению, только так, без каких-либо альтернативных, ну, то есть, если книга не позволит вам перестать беспокоиться, да, то, соответственно, вам нужно будет работать с психологом. Вот, ваш вопрос, как перестать беспокоиться, да, сам по себе уже звучит критикующий и обвиняющий, понимаете? Не переставать беспокоиться нужно, а раскрыть беспокойство, что за ним стоит, что вы хотите сделать, что вам нужно, как вы можете этого достичь, готовы ли вы это делать, знаете, какая может быть приемлемая форма для вот, ну, для этого, вот для того, что вы хотите, понимаете? Вот на эту тему можно и нужно подумать, подумать вам, если вы действительно хотите решить свою проблему. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!